Здравствуйте! В сегодняшнем уроке мы рассмотрим отладочную плату на микроконтроллере фирмы Melander. Вот такая вот отладочная плата. Вот он, микроконтроллер. Микроконтроллер, который здесь находится, называется 1986VE93U. Официальный сайт данной фирмы так и называется melander.ru. Здесь можно найти описание и самого микроконтроллера, который используется. Давайте рассмотрим, что у него за характеристики. Вот он, наш микроконтроллер. Как мы можем видеть, у него всего 48 ножек. Основан он на ядре Cortex-M3. Имеет на борту 128 кБ флэша и 32 кБ оперативного запоминающего устройства. Питается от 3,3 В, то есть точно так же, как и STM. Имеет тактовую 80 МГц, 30 портов фото-вывода, которые доступны программистам. Имеет USB на борту, уже хорошо. Два UART, два CAN, один SPY. При этом отсутствует I2C. Да и у более старших моделей есть только по одному I2C. И зато есть на борту два ACP, причем 12-разрядных, с одним Мегасэмплом. И эти ACP имеют 4 канала. Что, в принципе, не так уж и плохо. Также имеется один 12-разрядный цифроналовый преобразователь. Что тоже хорошо. Имеется также еще компаратор. Ну и вроде тут все. Как вот здесь написано, ближайший аналог это STM32F103. В принципе, действительно, данные характеристики наиболее близки именно к первому. STM уже F2, F3, F4. Данные характеристики достаточно сильно уступают. Следующее. Где у нас схемы специализированные? Программа на осладочные средства. Осладочные комплекты. Осладочный комплект для микроконтроллера. 1986WE93U. Это и есть наш осладочный комплект. Вот мы можем, смотри, видеть. Он поставляется вот в такой вот коробочке. Так, упакованный. Вот она, эта самая плата. У него в комплект поставки входит несколько проводов. Это понятно. И, в общем-то, сложно, здесь больше ничего интересного не указано по тому, что есть на борту. Что же здесь есть на борту? Что же мы видим? Ну, во-первых, естественно, сам микроконтроллер. Есть два же тага. Вот первый, вот второй. Какой из них будет использоваться? Куда будет записываться? Программа определяется вот этими вот джемперами. Вот здесь вот сбоку описано, куда и как будет записываться программа. Сейчас стоят эти джемпера так, чтобы программа записывалась с житак А во флеш. Помимо этого, виден огромный жидкокристаллический экран 128 на 64 точки. Также есть выходы АЦП, входы ЦАПа. Есть USB. Есть два компорта. И есть кнопочки, которые подписаны вверх, вниз, влево, вправо и выбор. Вот эта кнопочка, эта кнопочка Reset. Возможно, имеется в виду, что этими кнопочками можно будет управлять курсором дисплея. Скорее всего, именно так. А также есть выводы портов общего назначения на вот эти вот два порта. В принципе, и есть еще подстроечный резистор, который позволяет подстраивать выход АЦП. В принципе, на этом... А, еще забыл выход карточки SDO. Что к чему подключено в мелантре, с этим еще предстоит разбираться. Дальше. То, что касается программного обеспечения. Программное обеспечение здесь также представлено достаточно обширно. В частности, есть ссылочка на Kiel. Есть вот программное обеспечение. Нажимаем. Что здесь можно найти? Во-первых, есть STD-PRIF для данного микроконтроллера. Он действительно есть. В принципе, даже работает. Он похож по своей структуре на STD-PRIF для STM32. А также есть набор программ для подключения к 5-му Kiel. Давайте скачаем. Открыть. Вот. Это... Вот просто файл.пак, который нужно распаковать в 5-й Kiel. И вам будет доступен мелантр. Но помимо этого, требуется еще одна маленькая вещь. Сейчас скачается. Вот здесь вот в лип. Здесь необходимо найти файл. Ну вот, во Flash есть файлы FLM. В нашем случае вот этот вот последний файлик. Его также требуется скопировать из папки Flash в соответствующую папку Flash в 5-м Kiel. И это позволит вам в Желинке, который вот сюда подключается, прописать алгоритм программирования данного микроконтроллера. Без вот этих файликов, ЖТАГ не будет узнать, каким образом программировать мелантр. Если же сбросить данный файлик, то в списке микроконтроллеров, которые можно программировать ЖТАГом, появится в том числе и мелантр. То есть, как мы можем увидеть, с точки зрения программирования микроконтроллера, здесь все продумано, и подключить к Kiel'у мелантр, в общем-то, проблем ставить не должно. Есть возможность подключить, как я вижу, и к другим компиляторам, но с этим я уже не разбирался. В следующий раз мы попробуем создать проект под мелантр, ну и помогать светодиодом. Ну а на сегодня все. Спасибо за внимание.